Ну и что мы сегодня готовим? Пирог с курицей, шпинатом и луком пореем. Всё с очень вкусной наливкой. Прям бомба будет. Потрясно. Феерий вкуса. Саша, на секунду. Я всё понимаю, но почему я об этом опять узнаю только сейчас? Почему опять это говно? Я пришла, затащила на горбу, это всё поставила. И вот только сейчас я должна это всё узнавать, опять импровизировать. Опять как-то вертеться. Придумать, что там будет. Я понимаю, что у нас завзятый импровизатор, но хватит. И потом, вообще, ты смотрел, что происходит? Ты видел? У нас от серии к серии вообще никакого прогресса. Нас не смотрят. Это никому не интересно, никому не нужно. Когда я буду смотреть? Когда-нибудь. Съебало. Слушай, ну, ничего, это ни к чему не ведёт. Видеоблогинг мёртвый. У Ютуба это уже не нужно. И в конце концов, в конце концов, я просто, я устала. Так что, знаешь, вот я это всё поставила, и пить как хочешь коню. Я, всё, я умываю руки, я пошла. Вот так вот, да? Знаешь что? Я пойду и буду делать влог, где я в смешных шапках под грустную музыку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Жрач! Шалом! Однажды Мойша... Нет, знаете, анекдотов про евреи больше не будет, потому что... Ну, анекдоты не смешны. Это во-первых. А во-вторых, я уже сказал, что мы создали эту рубрику с еврейскими анекдотами для того, чтобы совершенно их унизить и оскорбить. Но, тем не менее, весна, авитаминоз, и, как мы знаем из жизнеописания священного персонажа мультипликация... Дисней, кстати, или нет? Не знаю. Морячка Папайя, что взбодрить можно только если ты упоришь шпинатику. Собственно, этим мы сегодня и займемся. Готовим пирог с курицей, шпинатом и луком порей. Для начала мы убьем пару людей тупым ножом. Нет, мы замесим тесто. Тесто у нас будет с маслицем, со сливочным, поэтому сначала отрезаем на глазок. И это, опять же, делать не нужно, используйте весы. На самом деле, я просто знаю, я профессионал. Не слушайте меня, лучше отверять на мясок, серьезно. А то один и тот же рецепт может быть два, чтобы получиться 10 из 10, а второй 2 из 10. Вы знаете, шкалы. Я его топлю, для того, чтобы потом все замешать. Мне тут говорили, что если я ненавижу Высоцкой, то я не должен разговаривать с камерой. Но там есть одна очень важная деталь. Она постоянно говорит в камере «ты». Как будто камера это как робот Чапи, живое какое-то существо. И ему есть дело до этого. Ты, кстати, смотрел Чапи? Да. Да ладно. С родителями. Мне сказали, что постмодерн полный. Миленькая. Миленькая? Главное, что там есть Йолани и Ниндзя. Главное, что они... Спойлер в конце фильма. Бля, ну что ты за человек такой, а? А я думал, ты посмотришь. Нет! Черт. Пиздец! Я забрала. Ни дня без огорчения вообще, ни одного. Теперь мой благоговейный пирог из душевного и приносящего облегчения превращается в пирог ненависти, потому что не заспойли этот фильм в начале. Как так? Как так? Откуда у меня деньги, что в кино ходили? Заскажи. Это, еще раз повторяю, где-то 100 грамм масла. Может быть, на самом деле здесь поменьше. Я для зрителей спойлер запеку. Хотя бы им повезет. Пиздос. Добавляем, давай, вишка. Ты связан, ты боишься спойлеров? Ненавижу их. По-моему, нормальный фильм, он... И нормальный, даже если ты знаешь, что там будет? Нет. Нормальный фильм невозможно испортить спойлером, потому что очень малый фильм. Это... Это ты уже оправдываешься. Нет, я серьезно так считаю. Мне со спойлером практически не важно. Это, блин, это сюжетный... Я не знаю, ненавижу спойлеры тех вещей, которые... Которые мне, типа... Например, если мне заспойлерят Игру Престолов, которую я читал, по-моему, только одну книжу какую-то... Мне будет насрать, потому что Игра Престолов мне настолько нравится. Да, добавляем водички. Грамм, ну, где-то миллилитров 50. Набрал в стаканчик. Вот. И... А вот это уже очень важно. И я немножко лоханулся. Ну да ладно. Просто используем еще немножко тары. Стекло. Ты когда-нибудь сдавала стекло в тару? Да, в детстве. Серьезно? У нас был конкурс... Я росла в суровые 90-е. Я сдавала педные бутылки. И покупала себе жвачку потом. Тесто 400 грамм. Если вы хотите без... Ну, вы делаете диетический пирог, то 200 грамм. Потому что только подложку сделайте снизу, а сверху не будете закрывать. А я хочу, чтобы он получился такой портабели-марикану. Я не помню, какие там именно слова, но... Это кофемашина. Она живет своей жизнью. Не спрашивайте. Ну, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ну вот, а мы в школе сдавали макулатуру. И причем там реально была почти макулатурная мафия. Серьезно. Была одна девочка, которая всегда побеждала. И знаешь, с какими цифрами? 150 килограмм. 160. Она через дядю специально привозила на большой машине кучу макулатур, потому что он там откуда-то мог забирать. Может быть, ее дядя был... Он брал целую бумагу, неиспользованную. Да, просто пиздил. И для того, чтобы его дочка убедила. Да. Так вот. И на самом деле венчиком это не стоит делать. Но у меня сегодня венчик наоборот, знаете. Все слова, которые я говорил до этого, это ложь. Я буду делать так, как мне нравится. Это очень плохая идея была. Это классическая рубрика, как не быть долбоебым. Наверное, мне нужно слушать меня. Если оно кажется вам неоднородным, добавьте еще водички. Водичку все исправится. Про это фильм Левиафан. Кстати, возвращаясь к теме Диантвор, как ты думаешь, наличие белых негров, которыми является, собственно... Да. ...вотвратится Диантвор. Оно достаточно... Оно является каким-то российским... Российским? ...и обидным для обычных негров. Кстати, вот тебе еще один спойлер. Бля. Это такая... Они превращаются... Я не могу. Не надо мне спойлеров. Это не настоящий спойлер. Ну ладно. Гот, вот тебе еще один спойлер из фильма Чапи. Там белых больше, чем негров гораздо. Ну, нихуяшеньки себе. Вот это поворот. Там индус есть, блядь. Он, по-моему, все испортил. Да, что за дела? Ребята, когда индусы стали сниматься в главных ролях в фильмах не про Индию? Индусы, в общем, немного черноватые. Они... Немного туповатые. Вонючие, отвратительные. Умрите, индусы. Если вы индусы, подписывайтесь на наш канал, отпишитесь на полном серьезе. Вообще не жалко будет. Точка среднего ведущего может не совпадать с точки зрения редакции. Пакет в холодильник. 30 минут ждем. Ну, где-то. Можно час, но не больше. Тесто у нас поставляло 30 минут. Мы выпили пиво. Напоминаем, что это... Говорила ли я о свитерах для пингвинов? Да, свитера для пингвинов. Это... Это... За этим будущее. Особенно, если вам 109 лет и вы австралиец. Куриное филе изначально грамм 400. Я так думаю, это два хороших кусочка отсюда. Отваривать я не буду. Нахер отваривать. Я лучше поставлю сковородку. Новенькую, прекрасную, керамическую сковородку. На которой не было ебла Юлии Высоцкой. А это просто сразу классы в карму. Это ключевое условие для нашей кухни. Да, мы берем, нарезаем, стараемся мелкими кусочками. Куриное филе. Потом будем его сжарить. Тесто убираем в холодильник. Тут был вопрос от Лизы. Хороший вопрос. Почему в холодильник? Я на самом деле не выяснял. Мне кажется, для фактуры убирают в холодильник больше тесто с маслом. То есть, если с издрожжами им нужно поскорее взойти и превратиться во что-то нежное, воздушное, как ваш несуществующий секс. То его ставят куда-нибудь в теплое место. Если же оно песочное, масляное, распадается на куски, как ваш легкий, если вы курите, то его нужно в холодильник. Я думаю, это так работает. Наверное, здорово сделать оформление кабака, чтобы там были лампочки в бутылках разбитых, как розочки. Да, у меня будет когда-нибудь кабак, именно кабак, не кабак, который будет называться всякое бывало. Зря спалил название сапуни. Да все спиздит, блядь. Я, например, в последний раз из больших вещей я спиздил два беляша. Это было довольно полезно, а не вкусно. Зашли, знаете, прям не пожалел. Вы всегда должны резать овощи и мясо на разных поверхностях. Да, да. Потому что они впитывают запахи. Именно. И если только вы не китайская забегаловка, они, собственно, добиваются своего потрясающего вкуса. То есть там, когда куры со вкусом говядины, говядина со вкусом свинины, свинина со вкусом трюфеля, трюфели со вкусом ноги твоего дедушки. Тем, что они просто не моют чан, а не кидают дальше, все варят в одном и том же, все пропитывается. Но, опять же, мы не китайцы, я все-таки больше за европейскую кухню. Хотя везде всякое есть, да. Вкусное, хорошее. Поэтому я возьму зеленый. Это логично, видите, зеленый растительное, а это животное. Слушай, я вот что подумала. Палка лука, парея. Да. Можно ли это считать палкой для селфи, если это палка лука? Да. А, и про ножи, и про спекулянтов. Ну, так вот, они на самом деле хуевые. То есть они долго острые, но держите у себя дома всегда пару ножей. У меня просто с этим проблемы, например. Которые... Эх, прилип. Несо какое-то. Которые... Нормальные. С ровной кромкой лежащей. Для того, чтобы их затачивать где-нибудь. У меня просто недалеко, например, рынок. И на рынке затачивают за 20 рублей, по-моему, нож. А то еще дешевле. И такие ножи прослушат вам дольше. И такие ножи вы от них будете получать удовольствие. Благодаря сейчас хорошие остальные так дорого стоят. Как получить удовольствие при помощи ножа? Тютурио. Да. Александр, начинайте. Вы просто поймете его. С первого взгляда. Нож надо почувствовать. Да, 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 да. Надо с ним сродниться. Надо почувствовать его как часть себя. Нож, продолжение твоей руки. Это как бабочки в животе. Бабочка в животе технически тоже нож. Так что... Ну и поняли. Наверное. А бывают розочки в животе? То есть нет. Они бывают, конечно, но значит ли это, что ты чувствуешь что-то... Что-то сверх меры. Я другое подумала. Если на 8 марта подарить женщине розочку, но такую розочку... Ну, понятно, из бутылки, да. Это не считается. Розочкой? Хороший подарок. А, не знаю. Если четное количество, то нет. А там по-любому четное получится потом. Ну, это-то да. Ну, так-то нет. Солим, солим, не забавим про соль. Никто не будет есть вашу стрипнису, она хоть немножко несоленая. И да, и писание нужно помешать куру, иначе она вот этими... Маленькими кусочками будет слипаться в один конгломерат. А это не очень здорово. У нас должно быть все, наоборот, помельче. Знаешь, когда готовишь в мультиварке, там есть одна проблема. При том, что мультиварка – вещь абсолютно божественная и созданная для студентов. Почему я хочу как-нибудь отдельно... Мультиварочная. Там есть одна проблема. Когда варишь в мультиварке какую-нибудь птицу, допустим, точно так же, с кусками порезанную, потом ты вынимаешь это единым куском. Да. Потому что оно все слипается. Это неплохо, если вы готовите нигири или какую-нибудь другую японскую поеботу. Шпинат. Как шпинат? Шпината нужно грамм 250-300 где-то. Здесь у меня большой пучок, там еще есть. Его мы тоже будем мелко резать. Убираем корешки. Убираем часть стеблей. Потому что, в общем-то, да, нахер. И моем нож, потому что я не могу резать с бразильским. В Бразилии умеют делать жопу, а не ножи. Вы хотели крупные планы еды. Вот они, вот они, вот они. Я туда подлил немножко соевого соуса. И теперь брошу чего-нибудь остренького. Например, мои шутки. Нет. Соответственно, как только обжарили мясо, мы обжарили его буквально, там, две минутки, кидаем лук, льем специи, всякие приправы, все остальное. И тушим, по сути. Потому что оно все должно пропитаться этим замечательным ароматом. И добавляем шпинат. Много, много шпината. Смотрите, какая красота! Да, и вот, важный момент. Ну, пока рановато, но на любых стадиях готовки пробуйте. Всегда пробуйте. Если вы не будете пробовать, у вас будет получаться говно. Вообще, по-хорошему шпинат надо добавлять последним. Но в этот раз я решил сделать... Ну, добавить последним лук-латук, который у нас уже стал палкой для овощного селфи. Это, в смысле, когда Дауна друг друга фотографирует. Лучок. Пытаемся разделить эти кольца друг от друга. Совсем чуть-чуть. Я лично вместо соуса использую, но тут уж нравится вам привкус, не нравится. Совсем чуть-чуть соевого соуса. Это уже вошло в традицию, что я наебываюсь при помощи монтажа. Да, это классно. Я слишком медленная, чтобы наебывать в прямом эфире, как ты, поэтому я делаю это внутрь. Это забавно, но да, мне очень нравится, что Лиза монтирует вся техническая сторона на ее плечах. Хрупких, женских плечах. И это получается такое, знаете, общение. То есть, кроме нашего с ней вот сейчас, это я делаю какие-то правки или как именно там постановишь что сделать, как смонтировать. Она мне посылает какой-то месседж, который бывает настолько тонок, что ты видишь обычное предложение, но понимаешь, я мудак. Какой-нибудь месседж будет стоять прямо здесь. Да, как вот сейчас вот. Вот всегда так. Начинка наша уже подошла. Она должна где-то тушиться. Сначала жариться, чтобы была корочка. Потом тушиться где-то минут 6, 5, 7. Не знаю, придумайте цифру до 10. Загадайте цифру. Да, соответственно, потом мы просто вырубаем, ставим крышку, чтобы она все осталось мягче и пропитанней. А теперь мы делаем заливку. Заливка это такая хуетень, чтобы ваш пирог не был сухой и чопорный, как в англичане. Она будет делаться из двух яиц сыра. Не российского. Не российского. Ламбер, ламбер, блядь. Хотя наверняка производится где-нибудь. Сергием по саде. Нужно 140-150 грамм. Здесь 220, поэтому я на глазок отрежу. Чего вам не советую? Все, мерить на весах. Нет! Зачем я буду вам врать в очередной раз? Я взвешу. 180. Хотел всегда быть, знаешь, продавщицей мяса в отделе. Нет, не хотел. 160, еще чуть-чуть. А это мой завтрак. Сейчас будет ужин, а завтракать я буду тремя кусками сыра, как будто я Мариэнтуанетта. Из 200 миллилитров так удачно купленных Лизы. Прямо 200. Даже граненого стакана не нужно. 25, ну, можно 23. Какие-нибудь... Штепки на стеночках. Да, эти сливок. А, кстати говоря, нужно сначала по-хорошему это дело сбить. Не так, чтобы миксером. Это сливки, они густые довольно. Это выглядит как... То, что я засуну в ванну с каждое утро, да. Как прибор какого-то безумного мастера по губам. Ну, можете просто это миксером сделать или сбить руками, но... Я тут выёбываю... Я выёбываю... Как же это называется-то? Это? Ну, зачем он спенит изначально пену для капучино? Он так называется спениватель, там нету специального названия. Сыр на мелкую тёрку. И... Делайте вид, что вы Барретт или кто там. Сделайте мощное соло на Сыре. У меня один знакомый рассказывал, что при акте дефекации он представляет как викинги Деруссом. Это очень помогает. Видно ему страшно или я не знаю, как это работает. Да. И глаза выпучиваются. Именно. И он думает о Вальхайле, возможно. И о бабах. Ну, если умереть в процессе этого, я боюсь, что Вальхайл тебе не гарантированно. Ох! Так вот. Так вот. Мы натерли сыр за 150 миллиграмм. Положили два яичка. Теперь... Миллиграмм? Фигачим все сливки. Ну, просто грамм. Унцель. Локтей. Локтей. Аршин. Аршинов, да, я тоже подумал. Ну, это мера длины уже не веса. Да, децибел. Да что угодно вообще. Если вы смотрите жрач, то промилля однозначно. Все мерится. А я хотел сказать, что если вы смотрите это, то вам уже некуда падать. Вы можете вообще измерять что угодно, чем угодно. Так. И ложечка мускатного ореха. Столовая. Нет, не столовая. Столовая это большая ложка, да? Мускатный орех, он очень-очень-очень, знаете ли, прям. Поэтому никогда не перебарычься с ним. А еще этот совет хорош тем, кто хочет бесплатно упороться. Просто нужно съесть три мускатных ореха и... Перемешиваем всю эту красоту. А теперь, собственно, финал. Ну, практически. Мы ставим плиту на 180 градусов. Нам негде запекать пирог! Ха-ха! Как нелегко жить-то мне! Сейчас вы узнаете, что надо делать, когда формы нету. Возможно, сесть в углу и плакать. Блин, га-ха-ха! Возможно... Все сдохли! Возможно, раскручить всю кухню. Это тоже вариант... Ебаный насос! Как мы видим, это весьма неплохой вариант. Потому что при раскручивании в кухне может найтись какая-то форма. Ну, она маленькая, нужно побольше бы. Но если не найдется, то вы хотя бы упорнулись под уху Рейва. Да! Берем тесто, делим его на два примерно равных кусочка. Один уже побольше. Который побольше пойдет наверх. К богу. И вот здесь, в отличие от пиццы, можно уже гладить руками. Наслаждаться. Нет. Раскатывать скалкой. А скалку тоже нужно мукой. Ну, это логично. Вы же не хотите, чтобы все прилипло, как ваши подмышки летом. Ох, да, обожаю. К вашим толстым сисечкам. Ох, ты меня прям заводишь сейчас. Я вообще мужские имена не буду. Ну, я тоже. Тут все логично. Логично. Ты в Анапе ведь была так, как ты видела? В собой вместе были в Анапе. Да. Ну, вы ездили с грузином, с арбузами. А я... Алявные, да. А я ездил с националистом. Но дело не в этом. А в том, что там было объявление. Требуется, ну, очевидно, из текста, что это такой, типа, около японской кухни ресторан. Требуется, клянусь, сушист. Я подумал, что там у него должен в паре быть ролльщик. И у них будет лозунг. Они такие, скрусили, такие, на СМИ не очень много роллов. Такие, ролл энд ролл. Идеальная форма, это все дело не должно получаться. Ну, то есть оно и не получится. Потому что вы чмошник, как я. Ну, дайте мне хоть кого-то пообижать. В реальной этой жизни я настоящий чмошник. Даже пообижать некого. А, да. Так вот, берем маслице. Намазываем сливочным. Прям заебись. Форма у нас безумно маленькая. Потому что я другой не нашел. Ну, иначе пришлось, опять же, да, искал Лиза закрывать программу. Берем начинку. Всю эту красоту. И равномерненько. Всегда, когда говоришь, равномерненько или ровно, получается хуйня. Если бы ты не снял, никто бы не занял. Вы не чувствуете, но запах просто прекрасен. Так что, если вы сделали все правильно, а не как Саша, то можно гарантировать, что будет заебись, как вкусно. А был хоть один фильм интересный, где в процессе съемок оператора убили? Это намек? Да. А теперь то, что называется заливка. На самом деле она не слишком жидкая, но она еще растает. Сыр, на самом деле. Потому что весной все тает. Довольный год музыка к нашей теме хоть раз. Тает даже сердца красивых дам. Теперь крутим второй. Кусочек. Я даже от тебя поднимаю кусочек. Там нужно будет. Для красоты потом сверху. Нет, я вместо... Я вместо пятака на лоб приляпываю. Голова болит, знаешь. Тебя заставляли в детстве приляпывать пятак на лоб? Да, ты действительно больный блюдок. Я не верю. Со всей любовью говорю. Нет, на самом деле у нас была такая фича, типа смотреть, прилипнет или нет. То есть, выдержать на руке ножницы, не знаю, всякие. Я у меня... Магнитящиеся, когда вот... Да, мальчик, который магнитивист Ложкиных. Вот... Колбой к пузу саму жирному прилеплял, я помню. Я не могу делать это. Единственное, что я могу делать, я сейчас покажу. Ну, это не имеет отношения к магнитивисту. А к тому, что ты хорошо впихиваешь к носу? Вот, сейчас. Вот так я могу. О, неплохо, неплохо. Это не магнит, это силотрение. Я же селфи делаю. Где мой лукпари, давай сюда. Так. Так вот. Нет, все прекрасно. Все прекрасно, что на полу не повалялось. Это новая концепция, которую я патентую прямо сейчас. Теперь берем, захлопаем края со всех сторон. А потом начинаем завораживать. Завораживать? О, завораживаю. Заворачиваюсь, чтобы красиво было. Вообще не логично, но мне нравится. Давайте прилепим вот эту вот злобную бабку из мумитролей. Ты можешь потом лепить картинку и все поймут сразу. Это мюмла. Мюмла, да? Нет, подожди. Это крошка мюм. Малышка мюм. Точно? Которая говорила, это наш блинчик. Ага. Я знаю, потому что меня в детстве обзывали малышкой мюм. Я, видимо, была словно стерва уже тогда. Ага. Нет! Малышка мюм не в мою смену. Тяжело сейчас было. А сейчас еще тяжелее будет. А, да, и продел... Ну, так не очень похоже, конечно. Чисто было. А, ладно, в любом случае это будет забавная херня. Делаем дырку. Немного дырок. Все, тесто протыкать не надо, потому что не будет красиво. Делаем достаточно двух. Как и женщина среднестатистическая. Любому. Смотри, похоже на песочные, на солнечные часы. Правда, классно? Да. Играетесь с такой херней до самой старости, и вы никогда не постареете душой. Да. Либо же умрете в 20. Одно из двух. Но это тоже не так плохо. Кладем это. Кладем, ставим. Пенетрируем. Духовку пирогом? Да! А, на 100 градусов, где-то 35-40 минут. Поглядываем. И как вы уже догадались, это практически все. Да. Пирог готов. Откройте свое сердце, и полюбите морячка папайя. Здравствуйте. Это жрач? Я пришел устраиваться к вам на должность бильярд-редактора. Доброго вечера, беспочтенный господин. Меня зовут Луизианна Франческа Бутышевич-Петрушевская. А меня Нуставо Маказинский. А может наоборот? Нет. Нет? Нет. Нет. Нет! А может наоборот? Нет. Нет! А почему вы нет? Давайте! Вы принесли с собой документы? Да, конечно. Вот. Права водителя кофемашины. Паспорт жителя Сербии. Справка из наркодиспансера. Надеюсь, вы не прошли? Нет. Отлично. РПМ. Ааа... Вот. Что это? Я взял это на улице и принес сюда. А у вас есть бильярдный кий? Бильярдный кий? Честно говоря, я начинаю сомневаться в вашей компетентности. Мы сугубо компетентны. У вас усы нарисованы. У вас тоже. Вы изучили ваше резюме. Несколько... Тринадцать. Тринадцать подумали. И пришли к выводу. Вы умрёте самым одиноким человеком на земле. Как я обычно стою? Боже, я опять должна играть. В такое напряжение. Мне нечем дышать. Воды. Потому что везде... Схмелят мне. Потому что везде накурено. Вот почему нечем дышать. В сапогах яйца, что ли, у танцора? Интересно. Но этот очень старый танцор. У него отвисли яйца. Не знаю. Неплохо. Плохой танцовщица грудью мешает. Кстати, да. Тут я согласен. А у танцора, не знаю. Мне кажется... Ладно. А почему бы и нет? Давайте! Давайте. А спонсор сегодняшнего выпуска аноним, который прислал нам 4 копейки. О боже, я не верю своим глазам в 7,4 копейки. Он богат! Он богат! Я-я-я-я-я-я-я-я-я!